Итоги уходящего вторника Синоптики выступили с неутешительными прогнозами В Беларуси выздоровели и выписаны 3771 пациент с COVID-19 Выполнено свыше 200 тысяч тестов Эти данные приводит Минздрав Миссия по спасению Белави отправит спецборд в Баку Авиаперевозчик вернет белорусов на родину Тем временем фасад национальной библиотеки украсит рисунки и слова поддержки медикам Которые стоят на передовой борьбы с COVID-19 Между тем из-за эпидситуации осужденным запретили свидание с родными Заключенным предлагают общаться с близкими по видеосвязи Бывших военных не бывает Генерал-майор в отставке отмечает круглую дату Станиславу Румянцеву сегодня 80 С днем рождения именинника поздравили первые лица города И вручили юбилейную медаль к 75-летию победы Марию Бересневич тоже пригласили на праздник Станислав Румянцев готовится выйти в свет Сегодня генерал-майору в отставке 80 Военная выправка китель-мундир Армейская дисциплина, уверяет юбиляр, это навсегда Мундир уже 40 лет, в смысле генеральскому Перед самым выходом раздается телефонный звонок На другом конце провода давний друг Его офицер тоже зовет на раут в свою честь 10.50 военнослужащие Бобруйского гарнизона приветствуют офицера прямо у подъезда Отдают почести Майор проводит именинника прямо до машины В холле Краевического музея юбиляра уже ждут первые лица города Александр Студнев шутит, только генерал приезжает ни минутой раньше, ни минутой позже Точь-в-точь, хоть часы сверяй В преддверии этой знаменательной даты Как генерала, как человека, который не понаслышке знает, что такое война Как она досталась нам, эта победа Спасибо огромное за то, что вы сделали в этой жизни Станислав Румянцев в прошлом командующий 5-й гвардейской танковой армии Офицер ностальгирует, за 80 лет бывало всякое Холод, голод, разруха, слезы Это про войну Звуки летящих немецких самолетов помнит, как сейчас Победа 45-го Самый радостный и трогательный момент в жизни Я помню те времена, когда мы шестилетние мальчики, семилетние там Видели, как эшелоны шли с надписью «Любимая Белоруссия», со стройматериалом И как быстро возродился потом город Минск Дружеская встреча В этом году Станислав Румянцев провел день рождения в кругу близких людей А ровно через 4 дня с ними же отпразднуют 75-летие Великой Победы И снова как в первый раз Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы Есть эксклюзивные кадры Корреспонденты Бобруйск, 360, готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах На 9 этаж за 30 секунд в многоэтажке Набатова обновляют лифты Предшественники отработали четверть века Современная техника прослужит на 10 лет дольше Максим Кембель тоже впечатлился В 9 этажке Набатова 16 поселился умный подъемник Камера в углу без труда запечатлит вандалов Когда липт стоит, цифровой глаз переходит в спящий режим Экономит память и энергию Информация будет записываться на сервера Белселекома И доступ к нему будут иметь Либо владельцы, либо аварийная служба, либо наши диспетчеры Теперь с 1 на 9 этаж жильцы могут добраться за 30 секунд Звук мотора и стуки шахты не разбудят среди ночи За раз лифт может перевести порядка 5 человек Грузоподъемность 400 килограммов Здесь также установлена система фотошторы Она не дает дверям закрыться и зажать человека Предшественник отработал 25 лет Современный прослужит на 10 больше Крупные рельефные кнопки поспорят для пожилых и слабовидящих Вскоре новый лифт установят и в соседнем подъезде Я думаю, что будет все надежно И будем ездить, ну как на больших лестницах Все очень рады, что в нашем доме будут стоять новые безопасные и комфортные лифты За прошлый год в Бобруйске появилось 120 современных подъемников В 2020-м заменят 72 При этом люди не заплатят ни копейки Деньги возьмут из городского бюджета То, что выходит эксплуатация по каким-то там техническим причинам То это меняется по текущему ремонту Допустим А то, что уже отработало свой нормативный срок То входит в программу по замене лифтового парня Подъемники начнут устанавливать в двухэтажных домах и общежитиях Эти изменения закрепили в техническом кодексе До сих пор лифтами могли похвастаться лишь жители пятиэтажек и других высоток Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Работа для подростков, электробус от МАЗа и вопрос на миллион Нотариусы проведут бесплатные консультации Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня МАЗ выпустил первый электробус Теплые кнопки, выдвижной пандус, сиденья оснащены USB-портами Датчики у дверей не позволят защемить пассажира Новинка вмещает 70 человек Нотариусы проведут бесплатные консультации Акция стартует 8 мая и продолжится с 11 числа до конца месяца В эти дни двери контор и бюро по всей стране открыты для каждого Специалисты также готовы ответить на волнующие вопросы по телефону и через мессенджеры ERIP напомнит заплатить по счетам Новый сервис доступен в личном кабинете Пользователю достаточно перейти в раздел «Мои налоги» Там отобразятся все суммы Чтобы не пропустить оплату, можно настроить уведомление Сообщение придет на электронную почту или мессенджер В Беларуси запускают онлайн-площадку с вакансиями для подростков Сервис teamjob.by бесплатный Кроме предложения по работе, здесь разместят варианты стажировок На платформе можно составить резюме и опубликовать его в профиле «Мисс Беларусь» выберут в сентябре Конкурс перенесли из-за эпид-обстановки Напомню, до полуфинала дошли 142 конкурсантки В последнем туре блеснут только 30 девушек Голос победы Беларусь назвала триумфаторов конкурса военных песен Музыкальный марафон провели в онлайн-формате Участники снимали клипы в местах боевой славы Работы отправляли по электронной почте Жюри оценила порядка двух сотен роликов Гран-при получила Алина Фиц Музыкальный руководитель первого детского сада В этой песне мы хотели выразить благодарность нашим прадедам, дедам За мирное небо, за то, что сейчас мы можем жить так спокойно, наслаждаясь Без всех этих страхов Все места, которые посетили наши коллективы Места, которые были продемонстрированы на наших кадрах Съемки, все это говорит о том, что наш народ помнит войну, помнит, чтит героев И предохраняет весь мир от того, чтобы больше этого никогда не случилось Песни Великой Победы и еще одно музыкальное состязание провели во Дворце искусств Прислано 89 заявок и 96 роликов Нам очень приятно, что конкурс вообще планировался как городской Но откликнулись еще и с учреждения горки Детская школа искусства и вокально-хорового искусства По решению жюри им присвоена главная номинация Гран-при за исполнение песни «Беловежская пуща» Картины, баннеры, растяжки «Бобруйск» украшают 9 мая Мария Бушкевич оценила размах Ограждение стадиона «Спартак» украсили картины Юрий Никифоров, Георгий Поплавский, Владимир Самочернов, Олег Савичев Несколько десятков полотен, словно портал в прошлое Со дня на день над главными магистралями повесят пестрые растяжки Возле вечного огня и на площади Победы появятся композиции из флагов Бобруйск готовится к 9 мая На сегодняшний день осуществлена флажковая иллюминация улицы Минска, Георгиевский проспект, улица Интернациональная Ведутся работы по косметическому текущему ремонту памятников воинских захоронений Фонари на Минской украсили звездами 40 светодиодных конструкций растянулись на километр от Георгиевского проспекта до Социалистической Это сейчас звезды за моей спиной практически сливаются с небом Уже 8 мая символы Победы засияют в цветах белорусского флага Также в преддверии праздников будет существующая праздничная иллюминация города включена в полном объеме В первом и втором троллейбусах зазвучали аудиоэкскурсии Остановки также преобразились Наклеили 16 тематических баннеров Плакаты с символами Победы висят на витринах магазинов Украшают двери отделений почты и аптек по всему городу 34 жителя города Бобруйска приняли участие в республиканской акции «Беларусь помнит» Разработаны баннеры, которые вы можете увидеть на экранах города Бобруйска На пресечении улиц Минска-Октябрьская и около центрального входа в Бобруйский городской рынок Впервые день Победы пройдет в разгар пандемии Бобруйчане относятся к этому с пониманием Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Утро в городе на Березине выдалось дождливым К вечеру тучи раступились, воздух прогрелся до 15 с плюсом Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианс? Дожди, косые дожди Благодаря небесной канцелярии пожароопасная обстановка в лесах Могилевской области нормализовалась И все массивы региона теперь открыты для прогулок Дожди не прекращаются в стране почти неделю И безоблачные погоды в ближайшие дни синоптики не обещают Температура воздуха и количество осадков в мае ожидаются близкими к климатической норме После аномального апреля такие прогнозы обнадеживают Но это не значит, что последний месяц весны это почти лето Убрать далеко пальто и туфли не стоит Обязательным аксессуаром по-прежнему остается зонд По США прокатилась буря без электричества Остались более 130 тысяч домов Основной удар пришелся на штат Теннесси Местной энергетической компании на полное восстановление Может понадобиться до двух недель После непогоды приходит в себя и Оклахома Там ливни превратили автомобильные дороги в реки На Аляске из-за повышения температуры вскрылись замерзшие реки Они могут выйти из берегов и затопить населенные пункты 6 мая будет облачно с прояснениями Под влиянием атмосферных фронтов Пройдут дожди, местами сильные Днем в отдельных районах прогремят грозы Ветер северо-западный, северный С порывами до 14 метров в секунду Температура воздуха ночью 7,9 выше нуля Днем будет 15-17 тепла Вести на Риан Садей Богдан В Абруск 360 Собственная квартира в Минске по цене съемной Предложение крупнейшего застройщика страны Стало сенсацией на рынке недвижимости Акция уникальная Покупайте сейчас, платите потом Покупка жилья в длительную До 10 лет рассрочку от застройщика Доступна в комплексе Минск Мир Уже более года Этой возможностью воспользовались Тысячи семей, для которых продажа квартир в рассрочку Позволила приобрести, наконец, собственное жилье Но это весной желающих приобрести квартиру в рассрочку Стало еще больше Судите сами Только в комплексе Минск Мир И больше нигде в мире можно приобрести квартиру в рассрочку На 10 лет без первого взноса Тот случай, когда сделан правильный выбор Саше Вильк не нужно будет снимать квартиру У нее будет своя В престижном районе Родители сделали ей подарок Подарок дорогой, но сейчас это под силу большинству семей Квартиру для Александра купили в рассрочку Без процентов, переплат и первого взноса Срок рассрочки 10 лет Мы ехали сюда, я думала, что-то по работе А тут, оказывается, мне квартиру купить хотели Я сейчас до сих пор в большом шоке Чисто из-за того, что у меня это очень сильно приятный сюрприз Я его вообще не ожидала Акцию выбрали без первого взноса на 10 лет На моей памяти еще никто такого не предлагал в недвижимости Получается выгоднее, чем этот кредит Понимаю людей, кто сейчас в большом потоке идет Подписывает договора Обычной семье, без запасов великих Без денежных каких-то огромных мешков Запазов Просто построить квартиру тому же самому ряду К Новому году можно переехать Тысяча рублей в месяц По цене аренды Ключ от квартиры получат осенью Подчеркнем, у девушки будет своя квартира За деньги, которые обычно платят за аренду А в этом случае семья будет выплачивать за свое А Дарья Малевич в рассрочку без первого взноса Купила трехкомнатную квартиру Приобрели трехкомнатную квартиру Дом у нас Сидней Люкс 10 лет рассрочка без первоначального взноса Ну, собственно говоря, поэтому Ну, так как все равно каждый человек рассчитывает свои доходы И понимаю, что он может выплачивать Он может, допустим Но очень часто есть затруднения именно в первоначальном взносе Собственно говоря, у нас так и было Выплаты вполне по силам любой семьи И они сопоставимы с арендой приличного жилья Рассрочка без первого взноса не единственная акция В квартале Северная Америка действует акция минус 10% Столько можно сэкономить от указанной на сайте застройщика цены Если заключить сделку через сайт, можно сэкономить до 10 тысяч рублей А если внести сразу 30% от стоимости Следующие полгода платить вообще не придется Оставшуюся сумму распределят на 10 лет И да, акции суммируются Минскмир — это город в городе Новая линия метро В каждом квартале строят детские сады или школы А также поликлиники, спортивные центры Во дворах детские площадки, но нет машин Для них парковки и паркинги по периметру Забиты сваи международного финансового центра Здесь будет центр бизнеса Минска Работать будут тысячи людей Построят и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Вдвое превышающий по площади известный Данамол Весна — это лучшее время инвестировать в себя и свое жилье Тем более условия самые благоприятные И пришло время, когда платить можно за свое жилье А не снимать Стоимость недвижимости в районе вырастет Но сейчас она доступна и надо решаться Ваша квартира уже строится Это все из событий к этой минуте Следите за нами в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok